Энергономика Вместе с газовой трубой можно проложить и нефтепровод, сказал Владимир Путин. Возможно, также и другие маршруты поставок российских углеводородов в Китае, в том числе по Северному морскому пути, отметил российский президент. Проекту «Сила Сибири-2» уже 10 лет. Когда процесс, что называется, пойдет? Да, основная интрига даже была, будет ли подписано само соглашение, но она, наверное, разрешилась даже еще до начала визита, когда была озвучена основная делегация, которая поедет с Владимиром Путиным в Китай. Ушаков, помощник президента, ее озвучивал, и там не прозвучала фамилия Алексея Миллера, глава «Газпрома». Может быть, сначала показала, что это ошибка, но действительно, потом его в делегации не оказалось, и «Газпром» отдельно потом сказал, что он находится в другой коммунировке, в Иране. Но это мы можем отдельно обсудить. Но стало понятно, что, конечно, коммерческого контракта без участия главы «Газпрома» подписано на встречи не будет, потому что все-таки политический уровень и переговоры, они лишь обрамляют заключение коммерческого соглашения между двумя компаниями. Так было и в 2014 году, когда была заключена сделка по Силе Сибири-1, и еще раньше, когда строили нефтепровод ВСТО, Восточная Сибирь и Тихий океан, тоже подписываются контракты на поставку газа, либо нефти, и на строительство газопровода. Вот отдельные договора заключаются. И так как в делегации не было Алексея Миллера, то, конечно, было понятно, что и контракта не будет. Но, тем не менее, эта тема очень актуальна и для Китая, и для России, и в этом плане, может быть, это некий анонс, потому что Владимир Путин также говорил, что он приглашает китайскую делегацию, и в том числе Си Цзиньпина, на Восточный экономический форум, который пройдет осенью, и, может быть, там как раз будет именно деловая часть. Потому что, в общем, нынешний визит мы можем охарактеризовать больше как политический. Он там полон символизма был, и то, что это первый визит после инаугурации, и так далее, и так далее. И в целом обсуждались в основном стратегические вопросы. Какой взгляд Китая на российско-украинский конфликт, на мирное урегулирование, в целом на развитие международных отношений, многополярность, создание альтернативной инфраструктуры, финансовой, например. И вот Владимиру Путину тоже задавали вопрос, один из наиболее острых сегодняшних моментов, что зачастую есть проблемы с расчетами между банками. Деньги переводить за, например, китайские товары, которые в Россию поступают. Отсюда мы можем сделать вывод, что все-таки лидеры двух стран обсуждали создание общей атмосферы, такой некой экосистемы, если так можно сказать, экономических взаимодействий. И решение тех проблем, которые удалось выявить за нынешние два года. С одной стороны, потому что товарооборот очень сильно вырос, если раньше ставили планку и говорили, что да нет, наверное, мы ее не достигнем. В ближайшие годы 200 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас уже за 200, там 216-217, и он увеличивается. Но и возникают проблемы, потому что действительно какие-то компании боятся антироссийских санкций и прочее. Поэтому сейчас такой более политический, стратегический, скажем так, визит. И обсуждались именно эти темы. А конкретику вполне возможно будут и обсуждать, и, может быть, даже какие-то контракты заключать на том же самом Восточном экономическом форуме, либо на каких-то других площадках. И, в общем, мы видим некую тенденцию, что если раньше старались именно совместить большие политические переговоры, встречи, визиты с заключением стратегических каких-то контрактов, то сейчас все больше стараются даже развести и бизнес, и политику. Потому что наши, как выражается все время, западные партнеры, они постоянно сидят и смотрят буквально, а кто что заключает, а в каких направлениях сотрудничество экономическое идут. И буквально сразу же записывают все в санкционный список. Поэтому сейчас еще больше работает принцип, что деньги любят тишину. И в этом плане, может быть, вообще не во время визита какого-то будет подписано соглашение по силе Сибири-2. Почему для Китая это актуально? Потому что он продолжает наращивать объем потребления энергии, объем потребления газа. И когда, опять же, сейчас Владимир Путин говорил о том, что мы готовы поставлять в Китай чистую энергию, что мы поможем ему декарбонизироваться. Это в том числе и про поставки газа. Газ признан низкоуглеродным источником энергии. Да, при его сжигании, конечно, возникают парниковые газы. Но если вы газом заменяете угольную генерацию, то все равно вы суммарный свой углеродный след снижаете. И в этом плане для Китая это и с экологической точки зрения выгодно. И что самое, наверное, важное для Китая, это надежный источник поставки газа. Опять же, Владимир Путин сейчас это обозначал. О чем идет речь? О том, что все, что идет с юга для Китая, это довольно болезненная история и рискованная. Потому что чем больше Китай развивается, тем больше возникает конфронтация со стороны Соединенных Штатов. Соединенные Штаты постоянно вводят санкции против Китая. Сейчас они говорят, это вам за сотрудничество с Россией. До 2022 года они вводили, вот, пожалуйста, чуть ли не в плен, там брали главу Хуавей. И санкции постоянно против высокотехнологичных компаний Китая вводили. Непонятно что. И дальше эта конфронтация будет нарастать. И если она перейдет в острую фазу, все, что идет Китаю с юга, может быть перекрыто. Все, что идет из Африки, из Ближнего Востока, тот же самый СПГ из Катар. Австралия так вообще считается западной страной, часть западного мира, хоть географически она скорее на востоке. Но это западная страна. Поэтому если начнется конфликт, она откажется поставлять СПГ в Китай. И в этом плане сухопутные маршруты, силы Сибири, ВСТО, нефтепровод и все, что на юге, и в том числе в Арктике, оно находится в более безопасном положении. И многим могло показаться, может быть, что сейчас Владимир Путин даже оговорился где-то, когда говорил, что мы газ пришлем через Северный морской путь. Потому что все-таки вопрос начинался изначально с газопровода. Естественно, что по Северному морскому пути пойдет не газопровод, может пойти, а именно газовозы, танкеры. Но примечательно, что в составе делегации, хоть и Алексей Миллер отсутствовал, но были представители других российских компаний. В том числе руководство компании «Новотек», которая выстраивает свою стратегию именно на СПГ, жирном природном газе. Вот они построили завод по сжижению Ямала СПГ, рядом Арктик СПГ-2, против которого американцы санкции ввели. И там уже есть китайские акционеры. И в Ямале СПГ, и в Арктик СПГ-2, там они и присутствуют. И явно, что Китай смотрит на российскую Арктику прежде всего как на источник безопасных поставок. Все, что идет с севера, перекрыть американцам или европейцам будет гораздо сложнее. И Китай заинтересован в том, чтобы реализовывались эти проекты. И наличие как раз руководства того же самого «Новотека» указывает, что явно с Китаем были переговоры. А как нам преодолевать санкционное давление Соединенных Штатов для того, чтобы эти проекты все-таки начали экспортировать. Ну, в частности, Арктик СПГ-2. Потому что сейчас основная проблема такая краткосрочная. Потому что, в первую очередь, заработало еще в конце декабря 2023 года. Но некуда отгрузить первую партию. Из-за американских санкций южнокорейцы и японцы боятся одни... Там южнокорейские верфи построили шесть газовозов для этого проекта российского. Они должны были три из них передать японской компании, а та уже начать вывоз. И в итоге южнокорейцы и японцы боятся вот с этими танкерами что-либо делать. Потому что опасаются попасть под вторичные санкции. И вот первая задача — это найти какие-то газовозы. Вторая задача — непосредственно принять газ. Потому что все другие клиенты, которые были у этого проекта, они объявили форс-мажоры, когда санкции против Арктик СПГ-2 ввели. И отказываются теперь принимать продукцию этого завода. Поэтому здесь можно, наверное, предположить, что обсуждалось, что весь объем этого газа с Арктик СПГ-2 может быть зонкотрактовым китайскими компаниями. Китай большой, мощный, и он может игнорировать подобные санкции. Вот похожие санкции вводились, например, против Венесуэлы и Ирана. И Китай же продолжает оттуда нефть получать. Он просто игнорирует американские ограничения и все. Просто потому что может себе это позволить. И в этом плане вся продукция Арктик СПГ-2 в итоге может пойти на китайский рынок. Но здесь тоже будет обсуждаться вопрос цены. Что, может быть, они увеличат свою долю в участии этого проекта. Они могут предоставить газовозы. Китай начал строить газовозы. То есть он, в принципе, умеет это делать. Потому что раньше их строили сначала японцы, потом монополию буквально на подобном рынке захватила Южная Корея. И до сих пор больше всего танкеров-газовозов в мире строится в Южной Корее. Поэтому явно, что все эти вопросы обсуждались. Но до сделок, конечно, сейчас не дошло. Но, тем не менее, это довольно интересно, что Владимир Путин так оговорился про Северный морской путь. Здесь, конечно, не про трубопроводный газ шла речь, а именно про СПГ-проект. А новый нефтепровод, так это вообще впервые прозвучало, что нефтепровод может пройти вдоль силы Сибири-2 через Монголию. Но, опять же, здесь, с одной стороны, получается, что мы привязываемся к успеху переговоров по силе Сибири-2. С другой стороны, это действительно готовность России поставлять больше по нефтепроводу. Для нас это важно, потому что все-таки морским транспортом доставлять довольно дорого. Потому что мы из Ленинградской области грузим, и из Новороссийска грузим в танкеры. И все это идет через Суэцкий канал. Во-первых, это далеко. Во-вторых, нам пришлось собрать тот самый теневой флот. Там постоянно нам пытаются вставить палки в колеса в виде вот этих санкций потолка цены и прочего. Поэтому нефтепроводом качать гораздо безопасней. Вы все полностью контролируете. Другой вопрос, конечно, это стоимость строительства, ну и условия самого контракта, какая мощность будет и прочее. Поэтому это скорее такая долгосрочная перспектива. Переговоры, может быть, только начались по этому вопросу. Поэтому в ближайшее время, конечно, строительства мы не увидим. Но, тем не менее, это довольно интересный момент, что из России в Китай может быть построен второй нефтепровод. Сейчас нефть идет по ответвлению от ВСО, 30 миллионов тонн, и транзитом через Казахстан. Поэтому еще одна труба, это действительно довольно интересный проект. Ну, тем более, что угроза для наших морских поставок на есть и со стороны Украины, и со стороны стран Балтии. Поэтому, действительно, по суше, либо по северному морскому пути будет, конечно, гораздо безопаснее торговать энергоресурсами с Китайской Народной Республики. А глава «Газпрома» Алексей Миллер действительно с большой делегацией прибыл в Иран с рабочим визитом. Встретился он с первым вице-президентом Ирана. Подробностей пока никаких нет, но в иранской прессе внезапно всплыла тема газового хаба на севере Ирана. Вот некий такой проект. Иранский путь, куда он ведет? — Иранский газовый хаб — это такое интересное предложение, которое возникло буквально в прошлом году. И здесь, в целом, идея, наверное, все-таки еще и заточена на индийский рынок. То есть без Индии здесь не обошлось, как крупного покупателя, рынок которого растет. — Ну да, у Ирана свой газ есть. — Да, у Ирана тут надо, да, может быть, пояснить, что Россия — мировой лидер по запасам газа, а второе место занимает Иран. И нам в какой-то степени сложно кооперироваться, потому что мы все-таки конкуренты на глобальном рынке. С другой стороны, мы можем выстроить работу так, чтобы всем было выгодно. И речь скорее может идти о споповых поставках, то есть обмен. — Мы, например, можем доставить газ на север Ирана, при том, что у Ирана вот эти месторождения, за счет которого он занимает второе место в мире по запасам, они находятся на юге. И долгое время Иран вообще не мог обеспечить север своей страны, они закупали газ у Туркменистана, чтобы туда доставить. И нам было бы удобно, если мы, например, поставляли какие-то объемы на север Ирана, а Иран аналогичные объемы отдавал бы нам при поставках, например, в Индию. У них есть проект газопровода «Мир», Иран свою часть причем построил до границы с Пакистаном, дальше вот он упирается, соответственно, в границу, Пакистан и дальше Индия. И пакистанские, индийские участки, они недостроены. Сначала они ссылались на санкции, что, мол, непонятно, можно ли сотрудничать с Ираном в газовой сфере. Потом был вопрос и противоречий между Пакистаном и Индией, у них очень напряженное отношение. Но, тем не менее, вот я думаю, что «Газпром» именно это и прощупывает. Как мы можем сотрудничать так, чтобы было всем выгодно. С одной стороны, это, может быть, какие-то тактические моменты из серии, что Иран в Россию может поставлять какую-то оборудование для газовой промышленности, что-то наоборот Россия в Иран. Но стратегически, действительно, нам всем выгодно выйти на рынок, прежде всего, Индии. Ну, а, соответственно, здесь может подключаться еще и Азербайджан, и тоже в эти своповые поставки. То есть, например, мы что-то можем поставлять в Азербайджан, он в освобождающийся объем будет поставлять в Европу. Поэтому сотрудничество здесь идет. И альтернативный некий маршрут – это проект ТАПИ. Мы тоже как-то раз обсуждали его. Это Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Поэтому, может быть, и Туркменистан здесь будет заинтересован. Потому что нам через Каспий будет тоже газопровод сложно построить. Там могут против этого выступать разные страны. Ну и в целом, как бы, экологическая ситуация может от этого пострадать. Поэтому, может быть, газопровод-то пойдет, уже существующий есть, в Центральную Азию, а дальше его продлить через Туркменистан, условно говоря, в Иран. И уже из Ирана он будет попадать на индийский рынок. Обойти Афганистан. Там, может, ТАПИ тот же самый, он не был построен, хотя тоже больше 10 лет его обсуждают. Именно за афганского участка. Там постоянная нестабильность, постоянные угрозы. Поэтому газопровод до сих пор не построили. И явно, в общем-то, эти вопросы обсуждались во время визита Миллера в Иран. Ну, наши нефтепродукты пользуются популярностью. Это подтверждают и Минэнерго США. Привело данные от Министерства, что в прошлом году Россия увеличила экспорт дизельного топлива на 8%. До 1 миллиона баррелей в сутки. И отмечают эксперты Минэнерго Американского, что на статистику практически не повлияли ограничения на экспорт дизеля, которые действовали в России два месяца осенью прошлого года. Но вот что меня удивило в отчете энергетиков американских, то, что они утверждают, что Бразилия стала одним из крупнейших потребителей. Почти 15% всего дизеля. В то время как Саудовская Аравия получила 5%. Ну и доля Турции как импортера тоже выросла. То есть, по сути, получается, что Бразилия по закупке российского дизельного топлива практически сравнялась с Турцией. Турцией, которая не только для себя, но еще и для Европы что-то припасает. Ну, Турция, наверное, скорее больше для Европы припасает, чем себе там забирает. И вообще, действительно, данные странные, потому что весь год, и в 22-м началась история, и весь 23-й год, и сейчас Турция, как правило, является крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов, и дизеля, и мазута. И, по сути, конечно, они занимаются реэкспортом, но так как это запрещено европейскими санкциями, Турция говорит, что берет для себя, а высвобождающиеся объемы своего топлива, которое они производят на своих НПЗ, они продают в Европу. С ВПВ сделки, те самые. Да, вот такой бизнес. И в этом плане это всем выгодно. Большой скидки на российские нефтепродукты, в общем-то, не было никогда, но есть определенная, в общем-то, небольшая скидка все-таки присутствует. И это все равно позволяет очень хорошо зарабатывать. Чем Турция и пользуется? Берет чуть дешевле российское, а продает в Европу по более высокой цене. За счет короткого транспортного плечо они выигрывают. И то же самое делают в Север-Африке. Мы поставляем и в Алжир, и в Марокко, и в Ливию, что нефть, что нефть, и продукты. Вот таким образом они берут наше себе, как бы, а в Европу отправляют вроде как свое. И за счет этого зарабатывают. И европейцы получают тоже объемы дизеля, которые необходимы. В основном балканские страны из Турции берут, и Южная Европа, Франция, Италия, Испания. Они берут у североафриканских государств. Ну, конечно, есть поставки и в Индию, и в Китай. Но, тем не менее, Бразилия, она... Она для себя, либо тоже для перепродолженных? Она в основном для себя берет, потому что они, в принципе, импортируют. Хоть они нефтедобывающая страна, экспортируют нефть. Но вот с переработкой у них похуже дела обстоят. Поэтому они часто закупают готовые нефтепродукты. И чем характерен рынок Бразилии? У них много биотоплива. У них хорошая погода, жарко, выращивают сахарный тростник. Потом перегоняют этот сахар в спирт. И, соответственно, добавляют в топливо и ездят. То есть Бразилия долгое время мировой лидер по производству биоэтанола, ну и использованием. Бывает, когда у них засуха, они начинают с рынка скупать как раз готовые нефтепродукты, потому что от своего спирта не хватает. Приходится на обычные нефтепродукты переходить. Но, опять же, соотношение объемов, цены, я думаю, что Бразилию как раз-таки и привлекло в российских нефтепродуктах. Но, тем не менее, все более-менее хорошо. Мы переориентировались. То есть с европейского рынка мы ушли. И, в целом, в общем-то, поставляем довольно многое. Ну и отмечают американские аналитики, что Россия, по их мнению, полностью заместила те объемы и дизельного топлива, которые раньше шли во Францию, в Германию. Все это мы перенаправили на другие рынки. Возможно, с небольшим дисконтом, но мы тоже неплохо зарабатываем. Неплохо зарабатывают на антироссийских санкциях и Норвегия. Издание, агентство Bloomberg, большую статью такую опубликовало о том, что норвежская энергетическая компания Equinor стала главным поставщиком газа в Европу. Что, мол, ситуация с энергетикой, с энергетической безопасностью в Евросоюзе шаткая. Регион фактически полагается на одного поставщика, на Норвегию. Мол, там сейчас больше трети, это именно норвежский газ присутствует. Ну, интересно, да, когда мы с Норвегией делили практически пополам рынок газа в Европе, все говорили, вот мы сидим на российской игле. Сейчас они полностью практически на норвежской игле, никого это не возмущает и не смущает. Да, причем характер публикации Bloomberg именно такой, какой-то нападки, по сути, на Норвегию. Хотя раньше говорили, вот это правильный газ, вот российский неправильный, норвежский правильный. Мы даже больше, конечно, чем Норвегия поставляли, мы примерно там 160 миллиардов кубов поставляли, а Норвегии около 100-110 обычно. Но сейчас она ничего не делала, она не увеличила радикальный объем добычи. У них как было столько и осталось примерно газа по поставкам в Европу. И тут выходит публикация, что подсели на норвежскую иглу. Это, конечно, выглядит довольно странно. Вот эти нападки Bloomberg на Норвегию утверждают, что якобы Германия стала платить больше, хотя нет. У нас цены примерно одинаковые, потому что все привязались к ценообразованию на европейских спотовых рынках. Вот то самое там рыночное ценообразование. И в этом плане Норвегия ничего не делала. И тут начинаются какие-то нападки, что она доминирует и так далее. И можно усмотреть здесь, может быть, некие уши СПГ-поставщиков, крупнейшим из которых является Соединенные Штаты. Был как американское гейство. Да, США лидер сейчас по поставкам СПГ в Европу. И теперь, может быть, они попытаются раскрутить новую историю про то, что вообще трубопроводный газ вредный. И что демократичный не из каких-то конкретно государств, всех кроме России, а только который приходит в виде СПГ. Видимо, когда он сжижается и разжижается, потом он приобретает демократические свойства. Вот, может быть, какую-то такую идею будет предлагать. И, соответственно, помимо Норвегии тогда пострадает и Алжир, и Азербайджан. И мы об этом долго говорили, что на самом деле американцам никакой другой газ, кроме своего, на европейском рынке не нужен. Они занимаются тем, чтобы вытеснить конкурентов. На сегодня все. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами в этом часе. Игорь Валерьевич, большое спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok